Приветствую вас дорогие мои друзья! Вы на канале Таро и Анжел Планет. Расклад психологический у нас сегодня. Мы будем разбирать денежные установки, какие они есть у нас, как они на нас влияют, о чем они говорят нам и как мы их сегодня с вами будем менять. Не забудьте поставить лайк, колокольчик, подписаться на меня, чтобы не потерять мои следующие выходы новых видео. Посмотрим наше отношение к деньгам, через что мы видим получение денег, что вы чувствуете по отношению к деньгам, откуда взялся этот источник. Мы сейчас все посмотрим и как мы будем менять все эти стратегии. Итак, давайте по поводу установок говорим. Мы будем менять, работать. Деньги приходят легко и непринужденно. Настраиваемся на эту волну, чтобы у нас все в жизни было хорошо. Итак, смотрим, как вы относитесь к деньгам. Давайте проверим. Из негативных установок и из позитивных установок. Ну, давайте. Так, ну тут принятие денег это принятие обязательств, работа только за зарплату, только вот какая-то ответственность. Что раз вот я должна, раз я беру деньги, значит, я вот тут должна вот это сделать, вот это сделать, вот так и вот так. Или должен, да, это не обязательно. Он, она, это может быть в разных апостасях проявляться. Что из позитивного есть? Есть радость вообще-то у нас от денег? Это же хорошо, да? Мы деньги, когда получаем, мы все равно радость какую-то испытываем. Или испытываете радость от того, что их там, ну, все равно тратите. Все равно, оборот, денег идет. В принципе, тут хорошие наметки идут. Давайте посмотрим, через что вы видите получение денег. Позитивные, негативные моменты. Установка, что деньги только тяжелым трудом даются. Что легким не, не, не заработать, да? Да, тяжело как-то тут в грязи. Давайте посмотрим, как, да, как мы можем позитивно на это посмотреть. Ну, деньги приходят же не только от работы. Есть какие-то более-менее услуги, есть какая-то помощь, да? Можно поменять вот этот момент на установку того, что деньги приходят легко, непринужденно, из разных источников. Мы никогда не знаем, где найдем, где потеряем, где, откуда деньги. Тут что-то сделали, тут помогли, тут доставили. В общем, возможностей так-то куча, если посмотреть на это с этой точки зрения. Поэтому не всегда, да, тяжело они даются. Давайте посмотрим, через что или через кого, да, мы видим получение денег. Ну, иногда даже не видим. Кто-то как будто должен прийти и подарить вот такое вот счастье, не всегда видим. Женщины часто видят, что любимый что-то должен сделать. Какая-то такая установка с этим связанная. И к тому же, вот, иногда бывает, что и в трейлере жить хорошо, лишь бы счастье было, да? Тоже есть такой момент. Но, а если с положительной точки зрения, давайте менять это вот в какую установку. Чем больше денег приходит, да, вот, приходит, например, 100 долларов, я там потрачу 200. Чем больше я трачу, тем больше мне возвращается. Тоже хорошая установка. Потому что вы будете тратить, взаимообмен энергии и денег будет настроен. Через вас энергия и денег будет проходить. Вы будете еще больше потом получать. Вы должны будете давать взаймы, вам дают взаймы, да, ну, небольшие какие-то суммы. А будут приходить еще больше, потому что вы дали, вам дается ответ. Вы помогли, вам помогли. Давайте посмотрим, какие у нас отношения с деньгами и что вы чувствуете по поводу денег. Деньги – это свобода. Да, это хорошая установка, что деньги – это свобода. Кто-то взвешивает, да, что как будто если я выберу деньги, не будет любви. Если выберу любовь, не будет денег. Как бы это все уравновесить? Это, кстати говоря, относится к тому, что вот деньги не главное, с любимым и рай в шалаше, в трейлере. У кого-то и такое может быть. Давайте посмотрим, как эту установку можно поменять. Можно делать и этим жить, быть в любви, вот, и на этом и деньги зарабатывать. Например, йога, да, тут какие-то круги, тоже какие-то услуги, женские круги, о чем говорит расклад. Если вы живете, горите прям каким-то делом, вы его делаете и заодно людям это даете. И благодаря этому еще и зарабатываете. То есть это любовь, любимое дело, деньги, вот оно как-то вот так у нас совмещается, сочетается. В принципе, мы перебороли, да, можно перебороть эти негативные установки, что не только вот такая вот любовь, да, любовь бывает, любовь занятий бывает. Не стоит любовь ограничивать, что только любовь или деньги взвешивать. Да, любовь свобода, да, деньги свобода, вот оно как раз объединяется, все в одном объединяется, открыты все дороги. Можно делать какие-то услуги дополнительно, не обязательно тяжело впахивать. Вот эту установку мы ее перекрыли. Давайте посмотрим, откуда бы взяться источнику денег. Так, ну давайте поработаем над установкой, что вот мы идем иногда и такие, ну мне это недостойно, недоступно, это не для меня, это слишком дорого. Вот это негативно. Установка, деньги не придут, когда у нас внутри, в душе вот такое состояние. Ой, это слишком дорого, да. Когда оно вот такое внутри, типа это вот не для меня, то вселенная не даст ничего. Внутри, в душе должно быть открытое пространство, что это для меня, я этого достойна. Деньги тогда придут. Да, вот смотрите, идет перекрытие ресурс, да. У меня есть куча возможностей, чтобы на то, что я хочу и мечтаю, заработать. Что надо посидеть, подумать, там вот черный ящик такой, давайте из этого черного ящика достаем все возможности. Кстати говоря, они у нас уже были, вот эти возможности. Мы получаем деньги откуда угодно, как угодно, да, любыми другими путями. Есть куча, куча, куча возможностей. Используйте все возможности, чего бы под руку не подвернулось нам. Чтобы деньги приходили, чтобы они оборачивались, чтобы они проходили. И в какой-то момент мы пробьем потолок, выйдем на новый уровень, на новом уровне будем крутить деньгами. Так что здесь, в этом плане. Хорошо, давайте посмотрим тогда, что в результате. Что в результате? В результате у нас свобода выбора получается. Выбираем сейчас, и деньги нам позволят делать выбор более качественный, лучший. Между лучшим и еще лучшим. А выбор-то надо сделать сейчас. Выбирайте лучшее, значит вы постепенно идете к лучшему. Дальше будет более лучший, качественный выбор. Выбираем еще лучшее. И так далее, и тому подобное. Вот давайте, да, не стесняться мы себе позволим выбирать самое лучшее. Мы стоим перед выбором. Это очень хорошая свобода выбора. В том плане, что она всегда уверенная, и всегда она приведет к лучшему. Эту свободу выбора, как бы мы ни выбрали везде. Удача. Рядом должны быть успешные люди, рядом с нами. Надо общаться с успешными людьми, или с людьми, у которых начинает получаться, или уже что-то получилось. Ну, начнем благословясь. В принципе, мы прояснили этот момент, прояснили, какие у нас установки. Поняли, что откуда-то можно все это черпать, и откуда-то можно вдохновляться. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши. Принимаю с благодарностью, а я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка в шапке канала есть. И обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И увидимся с вами на следующих этапах, на следующих видео. Пока-пока.